Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Наталья Богданова и мои коллеги. Но сейчас перейдем к главным темам выпуска. За увольнение людей предпенсионного возраста теперь можно получить уголовное наказание. Оренбуржцы рассказали, как и почему борются за прямые выборы мэра. Оренбуржие отметили в числе лучших регионов в событийном туризме. Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом на ногу пассажирки. Об этих и других новостях подробнее расскажем далее. В Госдуме одобрили введение уголовной ответственности для тех, кто отказывается брать на работу или увольняет людей предпенсионного возраста. Ранее с такой инициативой выступил президент России. Не соблюдающих новые правила работодателей будут наказывать штрафом до 200 тысяч рублей, изъятием дохода за полтора года, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Отмечу, что предпенсионным возрастом Владимир Путин предложил считать период до пяти лет предшествующей назначение лицу страховой пенсии по старости. Отреставрированному спуску к Уралу будет дана экспертная оценка со сканированием конструкций. Об этом сообщил Сергей Бринев, журналистом «Эхо Москвы» в Оренбурге. Начальник градостроительства города заверил, что все недочеты будут устранены по гарантийному сроку. Сегодня их достаточно. Об этом говорят возмущенные комментарии блогеров и пользователи социальных сетей. Один из них оставила Евгения Морозова в понедельник на своей странице Facebook, прикрепив фотографии трещин на отреставрированной поверхности. И видишь вновь открытый спуск к Уралу. Это просто безобразно. Так выглядит 50 лет эксплуатации, так выглядят десятки миллионов рублей, так выглядит добросовестный подрядчик. Кроме того, в понедельник портал Орендей сообщил, что в офисе компании «Скип», которая является подрядчиком в реконструкции набережной, на днях работали силовики. Гендиректор «Скиба» сейчас находится в командировке за границей. В Оренбурге появилась инициативная группа, которая борется за возврат прямых выборов мэра и глав районов. Представители общественных и профсоюзных организаций провели на эту тему круглый стол. На нем побывали и наши корреспонденты. 28 человек, общественные деятели и представители партии, кроме Единой России, создали инициативную группу, которая намерена вернуть прямые выборы глав муниципальных образований. Решающим фактором стало то, что отняли отсутствие права выбирать, то есть оно записано в Конституции. И мы считаем, что это возмутительно, что это противоестественно. И, соответственно, решили, что надо это исправлять. Прямый выбор изменит, в первую очередь, ответственность людей, которые будут избраны. То есть он как бы избирается, принимает какие-то шаги, и он должен понимать, что на следующий срок ему надо не договориться с кем-то, а ответить на вопрос, почему он поступал именно так. И он должен понимать, этот человек, что ему на этот вопрос отвечать придется. То есть это вопрос ответственности, первое. Второе – это ответственность людей за свои решения. Согласно опросу общественного мнения городского и сельского населения страны, 65% опрошенных за прямые выборы главы. Доктор политических наук Галина Шишукова считает, что регионы имеют право определять способ выборов главы. Сейчас, по ее мнению, обстановка в стране перспективная для референдума. Политическая реальность изменилась не только, так сказать, в связи с ухудшением, так сказать, экономической ситуации, необходимостью принятия пенсионной реформы. Мы видим, что теперь реально власти приходится считаться с мнением народа на прямых выборов, когда избираются именно представители не единой России. Рейтинг теряет «Единая Россия», ее представители, ее кандидаты в губернаторы. Для того, чтобы этот рейтинг поднять, провести вот подобного рода решения и в этом плане привлечь единороссов на сторону оппозиции, которая уже объединилась и приглашает, так сказать, всех присоединиться. Но это вполне, так сказать, возможно обсуждаемая ситуация. Прямые выборы глав в Оренбургской области отменили в 2015 году. Сейчас в городоначальниках выбирают депутаты горсовета путем проведения конкурсной комиссии. Таким способом был выбран глава Оренбурга Евгений Арапов, который на данный момент находится в СИЗО за взятку. Смысл выставлять своего кандидата, если из 40 депутатов 34 являются представителями партии «Единой России». Естественно, они выберут того, кого им скажут. Одно из причин того, что происходит сейчас в городе, то, что у нас не всенародный избранный мэр. И поэтому наша четкая позиция, то есть если сейчас новые выборы опять же будут устраиваться таким же образом, мы опять в них принимать участие не будем. Если всенародные выборы, это другой разговор. Здесь все оренбуржцы будут принимать участие. Избирательная комиссия изучила документы инициативной группы по проведению референдума Оренбургской области. Теперь их передадут в законодательное собрание региона. Если инициативная группа получит положительное решение, то им предстоит собрать 15,5 тысяч подписей. Власть будет делать все, чтобы не пропустить через законодательное собрание положительное решение по референдуму. Это сегодня аксиома. Поэтому в данном случае мы должны уже думать о том, что будет после законодательного собрания. Инициативная группа намерена идти до конца и бороться за прямые выборы глав. По мнению активистов, отсутствие выборов городоначальника создает большинство проблем в муниципалитетах. Оренбургская область вошла в золотую лигу национального рейтинга событийного туризма. Среди лучших из лучших наш регион занял 28-ю строчку. Об особенностях местного туризма и перспективах его развития расскажут мои коллеги. Оренбургская область насчитывает более сотни музеев, памятников культуры, заповедников и не только. Все это предпосылки к развитию сферы туризма в регионе. Однако, по словам экспертов, чтобы сделать Оренбуржье более привлекательным для туристов, нам не хватает грамотного подхода. Оренбургская область обширна в возможностях и в потенциале именно туристкам. Поэтому нужно рассматривать туризм не только в создании каких-то маршрутов либо исторических путешествий, что видит большинство и масса. В эту сферу должно включаться гастрономический туризм и образовательный туризм и медицинский туризм. С учетом того, что наше министерство туризма и наши турфирмы активно работают, появилось достаточно большое количество программ, которые предлагают очень широкий спектр отдыха, начиная от просто туристического, заканчивая медицинским оздоровлением. Из проблем, которые я вижу, это большая протяженность нашей области и разбросанность этих объектов. В Европе, допустим, можно за один день посетить сразу много достопримечательностей, которые находятся практически в одном месте, просто переезжая на автобусе. Здесь эти переезды занимают достаточно длительное время. Региональный туризм крайне важен и, как обычно показывает практика, он начинается с столицы региона. И уже, если рассматривать столицу региона как центр присутствия туриста, можно сделать веерное перемещение туристов или маятниковое перемещение туристов в те регионные достопримечательностей, которые есть уже внутри. Помимо регионального центра, в области есть и другие известные туристические места, в их числе Солилецкий городской округ. Соленые озера – это лишь малая часть того, что можно здесь посмотреть. Я возила разные маршруты, и у людей есть интерес. Кабайские еры, Змеиная гора, Перовские еры, то есть это вообще отдельно, там красота неимоверная. И есть в плане истории курганы, древние захоронения сарматов, это 4-5 век до нашей эры. Больше историческое, любят гастрономические туры, то есть знакомство с культурами. Их это привлекает. Природа, сама ландшафты наши, потому что многие приезжают с лесных местностей, и для них степь – это что-то прям новое, и им интересно просто посмотреть на степь. В летний период времени очень много у нас туристов приезжает со всех регионов, не только нашей страны, но и с зарубежья приезжают люди. В этом году был дождливый пасмурный день, 800 человек, прошло 827. Рекорд был вообще за 10 лет работы в музее. Как будет подаваться информация на экскурсии во многом зависит от возраста туристов. Если взрослые предпочитают подробные исторические рассказы, то детям больше подходит игровой формат. Если смотреть для взрослых, для взрослых все дается историческими фактами. Для детей нужно все давать в виде сказок, в виде легенд, иначе для них это будет просто неинтересно. Они будут думать только о том, как бы побыстрее это все закончилось. Поэтому мы решили придумать такого персонажа, как хозяйка горы, потому что и много легенд разных есть. Про Емельяна Пугачева очень много тоже различных историй, легенд, поэтому стараемся тоже детям рассказывать. Точно так же подножие горы, источник с мертвой водой, мы решили рассказывать именно не как калийная соль, заживляющий и тому подобное. Мы решили именно как легенда, почему, как раньше Ивану Царевичу заживляли ранки. Я хранитель всех музейных экспонатов, а каких именно мы с вами сейчас познакомимся. Для начала я попрошу вас изгадать загадки. Я очень не хотела узнать, ну, как добывали соль. Ну, я слышала, как добывали, но я хотела увидеть орудие труда. Я эту экспозицию видела, мы приходили уже сюда. Соляная шахта мне очень более интересная. В прошлом году Солилецкий городской округ активно включился в программу «Майоренбуржия». Она направлена на детей младшего школьного возраста. На данный момент в округе разработано 125 различных туристических маршрутов. Организация подобных экскурсий ложится на плечи местных педагогов. У нас есть такое в программе, что дети должны знакомиться с природой родного края, воспитывать экологическую культуру. Мы также рассказываем о том, что нельзя засорять памятники природы, нужно их беречь, любить, уважать и знать историю. Своего школьного автобуса у нас нет. Это нужны деньги. Мы планируем, конечно, ездить, но не чаще, чем один раз в год. Недавно Оренбуржье заняло 28 место в Золотой лиге национального рейтинга событийного туризма. По оценкам экспертов, исторические и гастрономические туры также имеют шанс для развития. Однако для этого необходимо должное финансирование. Должна быть 100% инфраструктура, которая должна отвечать всем требованиям человека. Питание должно быть на уровне, гостиницы должны быть хорошие, чтобы человеку можно было переночевать. Для него что важно? Любая мелочь очень влияет. Наталья Богданова, Дарья Казакова, Максим Марарь, Александр Грачев. Городской телеканал ЮТВ. Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом на ногу пассажирки дачного автобуса. Инцидент произошел в воскресенье на улице 8 марта. 64-летняя пенсионерка госпитализирована с диагнозом раздробленного голеностопа и с открытым вывихом пальца стопы. Информацию подтвердил начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в МВД региона. В ведомстве добавили, что сын пострадавший утверждает, что женщина сама виновата в случившемся, а пенсионерка отказалась комментировать ситуацию. Напомним, что зимой на улице 8 марта в Оренбурге водитель муниципального автобуса насмерть сбил девушку. К другим дорожным новостям. Ночью на улице Шевченко произошла серьезная авария в районе моста Терешковой. 19-летний пассажир погиб на месте. Водитель находится в тяжелом состоянии. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, перед машиной резко возникла собака. Водитель постарался избежать наезда на животное, но не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Свидетели пишут, что собака не спаслась от автомобиля. Полицейские проводят проверку. О других ДТП, произошедших в Оренбурге и попавших на камеры Уфанет, расскажут мои коллеги. Сегодня в нашей подборке в очередной раз преобладают аварии из-за нарушения порядка проезда перекрестков. А точнее сказать, только такие аварии у нас сегодня. Причем две из них произошли в одном месте за 13 минут. С них и начнем. Чкало-Уральская. Темный автомобиль ждет, пока встречный поток закончится, чтобы повернуть. Постепенно все автомобили проезжают, но к перекрестку подъезжает еще один. Водитель, выполнявший маневр, как будто специально решил начать движение именно в этот момент. Серый авто справедливости ради, скажем, тоже хотел пролететь, выезжая уже на желтый. Но это правило дозаваляются говоркой, которую, думаю, вы выучили наизусть. Если потребуется экстренное торможение, движение можно продолжить. 13 минут спустя наши герои все еще стоят на перекрестке, а рядом появляется новая авария. Темное авто, объезжая уже случившееся ДТП, явно задерживается на перекрестке, а водитель на Чкалово, увидев зеленый, тут же несется вперед. Однозначно, кто прав, кто виноват, определить сложно. Это предстоит сделать сотрудникам ГИБДД. Восточная Гагарина. Очередность проезда. Джип стоит и спокойно пропускает встречный поток, но, увидев желтый, решает быстро поворачивать, даже несмотря, что впереди другой автомобиль. В итоге оторваны кенгурятник и несколько часов оформления ДТП. Вы тоже можете следить за дорожной ситуацией в режиме реального времени на сайте maps.ufanet.ru. В минувшие выходные в школе номер 3 прошла благотворительная ярмарка. Ученики продавали свои поделки, самодельные сладости и выпечку, чтобы собрать средства на реабилитацию детей с редкими заболеваниями. На ярмарке побывала Екатерина Хигай. Первый раз мы проводили ярмарку в прошлом году, также в сентябре. Она получила очень большой эмоциональный отклик как со стороны детей и педагогов, так и со стороны родителей. И было принято решение сделать в нашей школе традицией проведения таких благотворительных ярмарок. Дело в том, что она преследует несколько целей. Это и коллективное творческое дело, в котором принимает участие вся школа и все учащиеся. А также это воспитание добра, это воспитание сострадания, желание помочь ближним, тем, кто оказался в беде, тем, кто болен. В этот раз ученики школы номер три помогали собирать денежные средства на оплату реабилитации детям заболеванием фенилки Тунырии. Необходимая сумма 43 тысячи рублей. Мы продавали блины, мед, до сих пор подаем конфеты, воду разливаем. Раскупают охотно, да. Мы плетем косички, продаем гранаты, чтобы это деньги выручить бадмин детям, чтобы они выздоровели и жили счастливо. Сладости по два рубля. Сама делала сладости или? Ну, нет. Мы просто раздаем их. А зачем вы продаете? Хотим, чтобы все были рады. Родители очень великолепно к этому относятся, потому что сейчас каждый второй ребенок идет больной в школу, и нам очень важно, чтобы это приносило пользу. Поэтому работают и родители, и коллектив наш педагогический, и ребята. Решили помочь деткам. Как готовились? Готовились всю ночь. Много продали уже? Да почти уже ничего не осталось. Как считаете, вообще нужно ли проводить такие подобные ярмарки? Обязательно, да. Нужно делать, нужно помогать детям. Ну, и сплачают родителей, детей. Дети знают о том, что другим детям надо помогать. Делаем добро. За два часа на школьной ярмарке удалось собрать нужную сумму – 43 810 рублей. Все эти средства идут на оплату реабилитации детям с редким заболеванием. Екатерина Хигай, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или в мобильном приложении UFANET TV, которое можно скачать в App Store и Google Play. По всем вопросам звоните по телефону 09388. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok